Губернаторскую премию в этом году посвятили людям, которые как могут помогают бороться с пандемией коронавируса. Проекты оценивались по их социальной значимости, достигнутым результатам за 2019 год и затраченным ресурсам. Как вы знаете, в этом году премия наша под Москвой претерпела некоторые изменения в связи с пандемией коронавируса. Были изменены условия конкурса и оценка участников конкурса. Отбирались именно те участники, именно те проекты, кто оказал реальную помощь, поддержку тем людям, которые больше всего в этом нуждались. Те люди, которые затратили свои финансовые средства, материальные, и которые реально могли чем-то помочь. Прием заявок завершился 14 июля. После этого прошло народное голосование. А с 28 июля по 28 августа жюри выбирало победителей. На сайте конкурса было зарегистрировано 13 проектов. Были как и новички, заявившие о себе, и также люди, которые не один раз принимали участие в данном мероприятии. От нашего города победителями стали два человека. Первый – это Перекрасного Анжела Николаевна, врач-терапевт Электрогорской больницы. Ее номинировали работники городской больницы, руководство нашей Электрогорской поликлиники. Она стала победителем номинации «Медицина и здравоохранение». Второй человек – это Билла Чиелена Анатольевна, более опытный участник. Она стала победителем номинации «Волонтерство и благотворительность». О тех добрых и бескорыстных делах, которые совершили и продолжают делать члены некоммерческой организации «Родное гнездо», руководителем которой является Елена Белыч, мы уже рассказывали в своих сюжетах. Мы не создавались изначально как организация волонтеров. Но, как я уже говорила ранее и буду говорить, мы стали волонтерами по воле случая вот такого. Мы не спрятались, мы мобилизировались, мы продолжили именно ту работу помощи семьям, пенсионерам, инвалидам именно в том русле, в каком мы работали и раньше. Просто здесь у нас наша деятельность, она расширилась, она ушла именно в то направление, которое было необходимо в период пандемии. В лице Елены неравнодушные многодетные семьи всего Подмосковья выиграли приз в номинации «Волонтерство и благотворительность». При этом никто из них не являлся официальным волонтером и во время пропускного режима не имел удостоверения волонтера, чтобы привозить людям лекарства, продукты, маски, отвозить в больницы на жизненно важные медпроцедуры, доставлять школьникам необходимые для учебы на дистанционке гаджеты, учебники, техникум. Те денежные средства, которые будут перечислены, мы уже знаем, куда они пойдут, на что они будут потрачены. Естественно, это помощь нашим организациям по всей области. Там такой пласт, где люди, руководители решают все только за свои личные средства. Естественно, эта премия нам всем очень поможет. Поможет на благо семьям. И именно тем семьям, которые на самом деле попали в трудную жизненную ситуацию. Семья с одним ребенком, неважно, многодетная семья, пенсионер, еще какая-то категория населения. Для нас это уже не имеет роли. То, что происходило у нас в городе, непосредственно внутри нашей организации, это типография, это шитье СИЗов, это помощь волонтерам Реутова. Мы их развозили здесь, когда нас попросили, когда, видимо, поняли, что сами не справляются, позвонили нам. И я рада этому, потому что, когда начали отрабатываться именно те заявки адресные, спрашивая нас, потому как мы каждую семью знаем в лицо, и только тогда пошел вот этот вот поток именно целенаправленный. Мы всегда за положительное решение. И я прошу, знаете, не только от себя, но и от многих руководителей таких вот локальных организаций, помните, что мы всегда рядом, мы здесь, и мы никогда не откажем именно в той помощи, которую мы непосредственно можем оказать. Премия «Мы рядом» призвана рассказать о настоящих героях и настоящих поступках, значимость которых трудно оценить, даже награды в миллион рублей.